Далеко не все, что хочется сказать. Сегодня по понятным причинам можно назвать своими именами. Ситуация тяжелая, поэтому хотел бы сразу внести ясность. В здании на улице Мельникова мы имеем дело с крайне сложной, но абсолютно понятной ситуацией. С захватом заложников. И с подобными ситуациями мы уже сталкивались и в России не один раз, сталкивались и в других странах мира. Поэтому прежде всего необходима трезвая, объективная оценка происходящего и точно здесь. Действия выверенных и направленных на то, чтобы помочь людям сохранить их жизнь. Оставим в сторону всякого рода политические заявления и дебаты. Они сейчас неуместны и вредны. Сейчас вредны абсолютно, когда речь идет о страданиях сотен, ни в чем не поведут. Думаю, что для вас понятно, чем вызваны сегодняшние события. Те, кто захватил заложников, призывают к прекращению войны и прекращению кровопролития. Вместе с тем, я абсолютно утвержден в том, что именно такое развитие событий их и не устраивает. И они, и те, кто стоят за их спиной, как раз и опасаются дальнейшего урегулирования и стабилизации в Чеченской Республике. Все увидели, что она происходит. Несмотря на всю боль, которую мы имеем в Чечне, тем не менее стабилизация имеет место. Наметилась перспектива принятия Конституции Чеченской Республики и избрания легитимных органов. Именно этого боятся, именно этого не хотят, именно этот процесс и хотят сорвать. Вместе с тем, хочу напомнить, что и раньше я говорил, и мои предложения остаются в силе. Говорил это многократно, в разных форматах и по разным поводам, обращаясь к разным людям, ко всем тем, кто считает эту проблему своей. Мы открыты для любых контактов. И все мои предложения прежние, прежние все мои предложения остаются в силе. Хочу еще раз вернуться к сложности ситуации и подчеркнуть, что в этой связи вполне обоснованно требовать ото всех соблюдение необходимых правил. И прежде всего от тех, кто так или иначе оказался задействован для переговоров с самими террористами. И совершенно не важно, кто это, депутаты Государственной Думы, пресса или рядовые граждане. Поэтому в интересах дела прошу всех вас работать совместно и не поддаваться эмоциям. В эти часы особенно важно просчитывать цену каждого произнесенного слова и каждого сделанного слова. От них могут зависеть жизни наших граждан. Нам предложили и уже оказывают свою помощь многие государства. И мы им за это очень благодарны. Но положение, еще раз повторю, остается сложным. И потому обязательно главным условием работы в столь трудной ситуации является единство и сплоченность общества. От нас с вами, от политических партий, особенно от тех, которые представлены в парламенте страны, в этом смысле очень многое зависит. Спасибо. 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 Спасибо.